О роли СМИ в современном мире, качественной аналитике, а также о темах, которые у всех на слуху. Буквально несколько минут назад завершилась встреча президента Александра Лукашенко с руководителями и коллективами крупнейших государственных масс-медиа. Диалог в Белтеле радиокомпании получился откровенный и открытый. Журналисты делились с главой государства мнением о проблемах, которые существуют в обществе и информационном пространстве. Затронул целый спектр вопросов, включая новый закон о СМИ, обновленное вещание белорусских телеканалов и наполнение авторских программ. Говоря о влиянии журналистского слова, Александр Лукашенко заметил, что задача журналиста – формировать конструктивное общественное мнение. И отметил, что является сторонником не революции, а закономерного развития, эволюции. Президент ориентировал журналистов на новые формы работы и на творчество, в то время как новый закон о СМИ должен защитить зрителей и читателей от деструктивной информации. Беларусь – исключительно мирная страна. Никакая агрессия никогда не будет исходить с нашей земли. Но и в обиду мы себя не должны давать как в военном, так и информационном отношении. И вообще никакой войны без информационной войны, горячей войны быть не может сегодня. Все начинается с вас. И здесь на передний план выходите вы, журналисты. Ваша задача – формировать конструктивное общественное мнение через своевременную, объективную подачу материала, искренний и вдумчивый диалог с аудиторией. Сегодня люди уже устали от той информационной помойки, в которую нас пытаются окунуть, используя всемирную паутину. Но все более становится востребованной качественная журналистика с авторской позицией, достоверными фактами, глубокой аналитикой. Пробудить интерес удержать изыскательных читателей и зрителей – это ваша задача. Грамотно расставьте приоритеты. Подумайте о тематическом, жанровом разнообразии телеканалов, газет, чтобы привлечь людей разных возрастов и настроений. Конечно, достать молодежь с телефонов, компьютеров, заставить читать газету, к сожалению, вряд ли уже получится. Но в таком случае, там же, в интернете, мы должны предложить им нечто интересное, правильное. Не отступать от моральных принципов и действовать искренне и честно – такое напутствие дал журналистам глава государства. Среди затронутых тем также наведение порядка в урочище Куропаты, безопасность, в том числе и продуктов питания, взаимодействие журналистов с чиновниками, а также воспитание крепких журналистских кадров, которых так не хватает современному телевидению. Надо навести порядок с тем составом, который мы обучаем на факультетах журналистики. В противном случае, зачем мы это делаем вообще? Туда должны приходить тот, кто должен, а если ты получил образование, будь добр работой. Профессия особая, профессия сродни идеологии. Я уже сказал, это штучный товар, это редкость, поэтому надо подбирать людей, каким образом вместе надо подумать и обучать в этих вузах того, кто будет потом востребован в этой профессии. Нужно решить эту проблему. Это проблема наша. Проблема обеспечения кадрами средств массовой информации по тем каналам, которые существуют. До начала разговора в открытой студии глава государства увидел, как работают телевизионщики. У входа в здание Белтелерадиокомпании первая белорусская передвижная телестудия. Она в прямом эфире работает на самых масштабных событиях, задействована и сегодня. Передают картинку в формате HD, на которой в конце марта перешло сразу шесть каналов медиахолдинга. Все вехи развития национального телерадиовещания на импровизированной выставке. Здесь рядом с раритетами, первыми камерами на деревянных штативах, новейшие цифровые аппараты. Показали главе государства и сам процесс телепроизводства. Александр Лукашенко оценил аппаратную видеомонтажа, а также модернизированную режиссерскую аппаратную, где в этот момент шла запись программы «Новости экономики». Все подробности встречи в наших следующих выпусках.